Дорогие друзья, хочу обозначить темы, над которыми длительное время пришлось работать, но они, надеюсь, сделают Саратовскую область лучше. Речь идет о том, что принято решение, которое в будущем должно оказать серьезное влияние на развитие экономики Саратовской области. Речь идет о особой экономической зоне, куда включен город Саратов, Энгельс и Балакова. Это решение крайне важное. Мы его обсуждали с представителем правительства Российской Федерации. И, конечно, я надеюсь, что возможности особой экономической зоны будут использованы. Это даст нам новый импульс развития экономики. Это должно привлечь, в том числе, инвестиции как внутрироссийские, так и зарубежные. И поэтому сейчас многое зависит от того, кто будет заниматься особой экономической зоной, чтобы создать привлекательные условия для развития бизнеса именно в нашей Саратовской области. Это 34-я особая экономическая зона в России. Да, не очень хорошо то, что длительное время мы не участвовали в реализации проекта о создании экономической зоны, особой экономической зоны в Саратовской области. Мы видим, насколько, допустим, ряд экономических зон показали свою эффективность в регионах нашей страны, в том числе Привожского федерального округа. Но лучше поздно, чем никогда. Второй вопрос, который решен, и вы знаете, выделены на эти средства также из федерального бюджета. Но вот здесь вот мы первые. Это пилотный проект, который реализуется по поручению председателя правительства Дома МРФ. Речь идет о создании концепции развития саратовской агломерации. Для нас это очень важно, потому что речь идет не только об инфраструктуре развития агломерации, но и проектирование пространственного развития, а это значит все то, что касается людей, тех, кто проживает на территории саратовской агломерации. В ее состав входит город Саратов, Энгельс, Саратовский район, Татичский район, почти миллион триста тысяч человек. Это одна из крупнейших агломераций, и для нас важно, чтобы такой проект был, потому что он также позволит нам более эффективно развиваться, при этом привлекая ресурсы, будет легче участвовать в том числе и в федеральных программах, проектах, привлекать средства на реализацию крупных проектов в рамках агломерации. Еще один проект, о котором хочется сказать, о подготовке к международному конкурсу по застройке территории Старого аэропорта, а также территории Зеленого острова, Глебучего оврага и благоустройства Скаловой горы. Также после обращения к председателю правительству было дано поручение Дома РФ, прошел уже конкурс, и сегодня работа будет выполняться на профессиональной основе за счет средств федерального бюджета под контролем государства, с тем, чтобы уже к февралю следующего года мы вышли на международный конкурс, и лучшие компании приняли участие в проектировании и затем уже в реализации этого проекта в городе Саратове, и я надеюсь, это также внесет серьезный вклад в развитие города и области. Надеюсь, что реализация вот этих трех проектов во многом изменит ситуацию, и мы с вами начнем двигаться по пути развития. Это значит повышение благосостояния людей, это значит повышение конкурентности региона и возвращение Саратову его утерянных позиций среди ведущих городов и среди ведущих областей Российской Федерации. Спасибо вам.